МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле сегодня представили коллективу нового начальника регионального управления Следующего комитета. До назначения Сергей Удовиков узначальвал Головное управление по расследованию злочинствов в сфере организованной злочинности и коррупции Центрального аппарата Следующего комитета. Первый наместник старшини Следующего комитета Беларуси Алексей Волков представил нового керавника областной структуры как опытного, вытруманного специалиста, который принимает выключено узваженные решения. Руководить в масштабах области – это уже совершенно иная стезя. Раньше отвечал за конкретные уголовные дела, сейчас отвечаю за большой коллектив. Это немаловажно, это большая ответственность. Но я думаю, что общими усилиями, имея определенный опыт, имея знания, самое главное – желание, мы решим все проблемные вопросы, и все служебные задачи будут у нас разрешены. Со следством связана уся профессийная деятельность Сергея Удовикова. Починал службу родовым следшим во управлении внутренних справ Брестского Аблова-Канкама. Пройшел серьезный шлях до посады керавника. До речеси сегодня у Гомеля пройшел открытый областный турнир по самбо на призы регионального управления Следующего комитета по дробязности на приконце выпуску. До инших тем. У Гомельской области с початку года створено больше за 500 новых приватных предприемствов. При этом полова в вытворчей сферы. Сирот новых гомельских предприемствов – «Веда Транзит». Ранее на этой пляцовце был шклозавод, але сбанкрутовал и закрылся. Одновлясь в могутности узялся приватник. После рамонта линии на працу приняли больше за 300 человек. Дякуючи заводу, держава значительно скратила импорт слойков и бутылек. Только 15% продукции идут на экспорт в Россию и Украину Европы. На года задуматься поширеннее. Попыт на шкляную упаковку будет с каждым годом только расти. Зараз многие краины отмавляются от пластика на корысть шкла, что становчиво вплывая не только на экологию, але и на экономику. На заводе это пролечили с загадя. Маркетинговые исследования очень длительные и очень долгие. То есть нельзя построить завод и потом думать, куда и кому это продать. А чтобы продать, снижать стоимость или останавливать мощности. То есть маркетинговые исследования. И лучше всего развивается, я так опять же предполагаю, бизнес, когда люди, которые начинают заниматься чем-то новым, этим новым они в какой-то мере всегда занимались. С початку года в регионе створено 500 новых приватных предприемств. Алия покольки перетворить идею у саправды конкурентно-здольный проект не так просто, як здаеца. Держава створяет для этого необходимые умовы. Калевы конкам и бизнес, гэта у першую чагу – деловые партнеры. Мы предлагаем для развития бизнеса промышленные площадки, которые обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Также предлагаются для сдачи в аренду промышленные и не только промышленные площадки на крупных предприятиях. Предлагаются земельные участки для создания крупных и не очень крупных промышленных объектов, объектов сферы торговли, услуг, логистические центры. То есть стараемся найти интерес для каждого инвестора. С начала года приватный сектор працевал от кавау больше за 3000 жихаров региона. По статистице, каждое другое працеванное место сегодня припадает на долю малого и среднего бизнеса. Новые объекты открываются в Гомельской области напереды дни свята 7 листопада. У домы жихаров агрогородка Маложин Брахинского района пришла чистая пятная вода. Там побудовали новую станцию обезжелезвания. И она целиком автоматизована и различена на беспиропинную працу. При этом станция достатково невеликая. По мерам с гараж, али агетых маготностей хапае, кабачышать каля 500 кубометров воды у сутки. Унутры установлено айчинное обстрелевание. Яно дозволяет знизить утримание железа у 10 разов. Данная станция работает без обслуживающего персонала. Все показания о ее работе выводятся на диспетчерский пункт нашего предприятия коммунального в Брагин. То есть на удаленном расстоянии можно ей управлять. У Маложине каля 500 же хоров. Пытания будавництва станции для их особливо острые. До увода объекта пятная вода у везса не отповядала санитарным нормам. Постирать белье приходилось обрать воду с колодцев. В настоящее время мы видим, что вода сейчас чистая, без хлопьев, прозрачная. И можно приготовить спокойно и пищу. Все лета у Гомельской области продугледжено будавництва 44 станции обезжалезвания. Это позволит забеспечить чистой водой, когда 30 тысяч человек. При выборе объектов приоритет отдается населенным пунктам с наибольшей колькостью жахоров. А так само тем, где наибольшие показчики по утримании железа у воде. На минулым тыдне у Пинску отбылось подведение выника у республиканского огляду конкурсу «Стану жильевого фонду». На рахунку представников Гомельской области 4 дипломы в 6 номинациях. Сирот переможцев – коммунальное жильевое ремонтно-эксплуатационное унитарное предприемство «Советское». На обслуговании – каля 600 домов. Перемога на республиканском узровне – первая до ее шли метаны кирована. Поступово укороняли сучасные технологии у своей работе. Что, до речи, дозволило скоротить колькость скаргов от насильництва на 37% у поравнания с минулым годом. В 2016 году у нас был создан участок по работе с ЖСПК и товарищеских собственников. Уже в 2017 году у нас был создан участок по работе с запорно-переговорными устройствами. Но и в прошлом году у нас на предприятии также созданы два новых участка. Это участок по обслуживанию вентканалов и участок по установке и обслуживанию лифтового оборудования. Теперь у переможцев еще два представники советского района. ЖБВК номер 144 и ЖС номер 23. Четвертый диплом на рахунку у Гомельской городской жилево-коммунальной господарки. Для вызначения переможцев анализовали больше за 10 параметров. До приклада увод площадь после капитального ремонта, замена осветления у места громадского корыстания, ремонт подъездов, колькость заворотов. Конечно, нельзя сказать, что мы все решили и все сделали. Это далеко до совершенства, по ряду причин и обстоятельств. Поэтому работа в любом случае в этом направлении ежегодно проводится и должна продолжаться, для того, чтобы не только грамоты или дипломы отражали сущность состояния на жилищного фонда, но в том числе и граждане могли почувствовать и каждый сказать, проживающий в жилищном фонде, что ну да, у меня действительно, даже если были какие-то проблемы, теперь их нету, все решено. БРСМ проводит парад пикетов. Молодежная организация агитует не за особных кандидатов, а за выборы. Повысить электоральную активность не только молоде, а и у всех белорусов – головная мета пикетов. Кале универмага Гомель активисты организации запрошали у всех на выборы, а так само пропоновывали створить интерактивный портрет депутата, достатково на специальном планшете отзнашить якости, якими повинен володать народный выбранник. Мы считаем, что молодежи очень важно участвовать в выборах, ведь каждый голос важен. Именно сегодня БРСМ проводит акцию «Парад пикетов». В рамках данной акции мы создаем идеальный портрет кандидатов-депутатов. Любой желающий может поучаствовать. Выборы в Палату представников национального схода, нагадаем, отбудутся 17 листопада. Финал конкурса «Маленькое пригожение» 2019 прошел в Гомеле. С 80 претенденток у ликфиналистов трапили 14, яные спречивали корону. Кастинг был только начатком. После самые творческие пригожие девчонки окунулись в закулисье конкурса. Тренировки, репетиции, занятки – и вот кульминация – финал. Это было соправдное шоу, подчас якого каждая конкурсантка смогла раскрыть свои таленты. Тематичные дефиле, творческие номеры, интервью. По словах организаторов, главная задача конкурса – не только выявить лепших. Наша главная цель сегодня – не моделинг. Наша главная цель сегодня – рассказать всей Гомельской области, насколько талантливые у нас дети, насколько они потрясающие. Корону переможца отримала Валерия Коршук с Житковичем. В Гомельском державном цирке стартовала новая программа с незвычайной, однако привабной, назвой «Аллиурувер». Глядачи сустрели гостей аншлагом, а у отказа отримали незабывное уражение от выступления насыщенного яскравыми номерами. Артисты без страховки взлетали под самый купол, выступали с прирученными дикими живелами и демонстровали цирковые рекорды. Подробностей в сюжете Евгений Кухаронак. Пачать потребна с назвы, отповедно тлумачальному словнику, «Аллиурувер» – это читание, переклад пьесы без подрыхтовки. Другими словами – импровизация. И она – королева новой программы, а вот королем выступает мистер Трук. Такое сполучение дбайной подрыхтовки с экспромтом удалось у васобить у життё дякуючу керовнику программы Юлии Филатовой, представнице легендарной цирковой династии. Миновата и она – прихильница классичного цирку – давала згоду на самые неверогодные задумки молодых артистов. Середню взросл у коллективе – 25 годов. Я все номера выхожу в клоунском стиле, в клоунском образе и работаю все как клоун. Даже номера с животными, даже если где-то акробатика, жонглирование и так далее. Люди в каждой стране, даже в каждом городе разные. И приезжая в любое место, где ты начинаешь работать, нужно подстраиваться под публику. Очень яркие, громкие овации и, знаете, очень приятная отдача. Это чувствуется, что бы мы ни делали, мы получаем обратную реакцию. Конечно же, нам хочется показать ещё больше. И у нас заряд эмоций сразу же, конечно же, возрастает. Труковый номер «Вальтиж с русской палкой» достаточно новый, однако я госкарбонка с узнагородами полная. Артисты покрыли жюри шматликих международных конкурсов у тим лику, что проходили у Италии и Кореи. Хотелось чего-то такого большего, хотелось больше амплитуды, больше какого-то развития. Я мечтал делать, работать русские палки. Соединил два жанра – «Вальтижную акробатику» и «Русскую палку» в один жанр. И вот мы работаем, смешанные два жанра получаются. Ребята работают в номере все, скажем так, мастера спорта по акробатике или гимнастике и, скажем, имеют богатый спортивный опыт, а в цирке они недавно. Особные уваги заслужили четверохногие и птушины артисты московского цирка. В программе задеянутся на 40% живёльного света. Питоны, собаки, леопарды, мядьведи, пони. Неполторный трук выконвают попугаи. Он называется люстра. Птушки поднимаются на обручы под купол цирка и в дюбе тримают ящий один обруч с попугаем. В среду артистов этого номера есть цирковые долгожихары. А вот самая молодая сживёл – Малпа Луи, соправданный импровизатор, ради якого новодрессировщики не ведают, чего чекать. Гастроли московского цирка в Гомеле протягнутся до первого снежня. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадоя компания «Гомель». Сюня у Гомеле пройшёл открытый областный турнир по самбо на призы регионального управления Следующего комитета. По споборничать за звание лепшого съехались спортсмены из России, Украины и четырёх областей Беларуси. Усяго 123 удельники. Проходил турнир у палацы лёгкой атлетики. На диван выходили як юнаки, так и девчаты. Судьи оценивали не только технику, а и ведание спортсменами философии одиноборствов. Переможцы в некоторых ваговых категориях вызначались ещё до офицейного открытия с поборництва. И они отримали у знагороды непосредственно подчас урочистой церемонии. Следователи, которые заступают на службу, они обязаны владеть приёмами самообороны. В связи с тем, что выезжая на места происшествий, всякое в жизни может случаться. Выражаю большую надежду на то, что те ребята, которые активно занимаются спортом, они в дальнейшем, получив соответствующее образование, рассмотрят вопрос прохождения службы в Следственном комитете и станут достойной сменой тех следователей, которым в настоящее время служат в наших рядах. На церемонии открытия турниру так само подвели выники традиционной спортивно-доброченной акции «Служить и оборонять». Заслуженные у знагороды отримали супрацовники и ветераны следства. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гражданка Украины намеревалась вывести с территории Евразийского экономического союза культурные ценности, но попытка была пресечена гомельскими таможенниками. В пункте пропуска Терюха во время проведения таможенного контроля пассажирского поезда «Санкт-Петербург-Киев» 50-летняя гражданка Украины, следовавшая на родину, заявила об отсутствии у нее каких-либо предметов, подлежащих декларированию. Однако при досмотре ее личных вещей обнаружены книги XIX века, а также четыре ложки из металла белого цвета. На одной из ложек на обратной стороне имеется клеймо 1884. Данные предметы по своему внешнему виду и датам изготовления были схожи с предметами, представляющими культурную ценность. Это и подтвердили результаты экспертизы, проведенной в таможенной лаборатории. А еще эксперт установил, что ложки изготовлены из серебряного сплава. Предметы временно изъяты. По данному факту, гомельской таможней начат административный процесс. За прошедшие выходные на территории области зафиксировано 13 пожаров, на которых погибли 3 человека. Трагические события произошли в Гомельском, Реческом и Жлобинском районах. 3 ноября около 11 вечера поступило сообщение о пожаре в деревне Головинцы Гомельского района. К моменту приезда спасателей часть кровли уже обрушилась внутрь горячего дома, который принадлежал пенсионеру, проживавшему последнее время в Гомеле. Однако эти выходные мужчина проводил в деревне. После ликвидации пожара под обломками обрушившейся конструкции обнаружено его обгоревшее тело. По мнению спасателей, причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В эти же сутки, но 20 часами ранее, загорелся дом в деревне Бронное Реческого района, принадлежащий 47-летнему мужчине. Хозяин проживал один, в списках сельсовета числился как злоупотребляющий спиртными напитками. В негорящей комнате в бессознательном состоянии его обнаружили пожарные, и вынесли на чистый воздух. Однако спасти жизнь не удалось. Такая же участь минувшей ночью постигла хозяйка одной из квартир дома в деревне Нивы Жлобинского района. Огнем уничтожено имущество, повреждены стены и потолочное перекрытие по всей площади. Женщина из второй квартиры успела покинуть горящий дом еще до прибытия спасателей. В двух случаях на пожарах с гибелью людей причины были следующие. Неосторожное обращение с огнем при курении. Во всех случаях назначены судебно-медицинские экспертизы. Сотрудники Следственного комитета проводят проверки. В Светлогорске Ротвиллер покусал школьника. Ребенка с рваными ранами забрала скорая помощь. Собака бойцовской породы, со слов очевидца, бегала по бик району не первый день без хозяев. В пятницу возле школы номер 8 Ротвиллер напал на 12-летнего школьника. На помощь пришли прохожие, которые отогнали собаку и вызвали скорую. Прибывшие специалисты отлова нейтрализовали пса с помощью снотворного. Пострадавший мальчик сейчас находится дома. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В израильском городе Халон завершились чемпионаты и первенства Европы по спортивной акробатике. Белорусские спортсмены завоевали на континентальном форуме 10 наград. 5 из них на счету гомельчан. Чемпионами Европы среди юниоров стали Илья Фоменков и Виктория Охотникова. Наша смешанная пара выиграла в динамических упражнениях. В этой же дисциплине в состязаниях взрослых гомельчанин Артур Беляков и брещанка Ольга Мельник завоевали серебро. Также в активе гомельских акробатов три бронзовые награды. Женская тройка в составе Кристины Лешовой, Дарьи Иванютенко и Анны Кацуба замкнула тройку сильнейших в динамическом упражнении. Максим Маркевич и Олег Михалевич стали третьими в состязаниях мужских пар. Алексей Заяц и Артем Ященко в статическом упражнении также поднялись на третью ступень пьедестала почета. В шаге от награда становился квартет в составе Савелия Осипова, Алексея Минкова, Игоря Колбасова и Матвея Пранкевича. Но, ребят, четвертое место. Гомельчане с медалями. В Гомеле проходил чемпионат Европы по борьбе среди глухих спортсменов. На домашнем турнире гомельчане завоевали две награды. Сослан Седоков в весовой категории до 63 килограммов соревнований по греко-римской борьбе проиграл только в финале и занял второе место. В состязаниях кадетов на пьедестал поднялся вольник Алексей Колесный. У него бронза. В чемпионате Европы по борьбе среди глухих приняли участие около сотни атлетов из 11 стран. Гомельские команды побеждают. В чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись поединки седьмого тура. Гомельская БЧ на выезде крупно обыграла Щучин 8-3. И сохранила за собой первую строку турнирной таблицы. Еще один представитель Гомеля ВРЗ на домашнем паркете принимал Светлогорский ЦКК. Борьбы в региональном дерби, к сожалению, не получилось. В первом тайме хозяева создали хороший задел для победы, поведя 5-0. Второй также получился богатым на события. И не только голевые. Обилие фолов привело к тому, что к 30-й минуте у обеих дружин в пассиве было по 6 нарушений правил. Перспектива 10-метровых охладила пыл игроков и далее игра проходила более корректно. Что касается голов, то вагоностроители вновь забили 5 раз. ЦКК ответил двумя точными ударами. Итог 10-2 в пользу ВРЗ. Первый тайм был под нашим контролем, реализовали свои моменты. Второй тайм, да, немножко сумбура было. Ну, что зато были еще поинтереснее. 10-метровые были шансы у них и у нас еще больше забили. В турнирной таблице ВРЗ на пятой строке ЦКК на десятой. Смолевичи единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Благодаря ничьей с Брестским Рухом и поражению главного конкурента Белшины, команда из столичного региона расположилась на верхней строке с отрывом в один балл. Гомельский локомотив обыграл Барановича на выезде 2-0 и догнал в таблице Рух. При одинаковом количестве очков Брещани на третьей строке турнирной таблицы железнодорожники на четвертой. В 27-м туре Речицкий спутник дома миром разошелся с Оршей 3-3 и продолжает замыкать пятерку сильнейших. Химик 27-й тур пропускал команда из Светлогорска на 11-м месте. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.